Работать в стойке, как мне сказал перед боем. Начну со стойки, а потом постараюсь перевести в партер и поработаю внизу. Ну, думаю, в простовом плане, все-таки Олег Борисов, он такой более опытный боец. Здесь очень интересно, я думаю, будет все. Как человек, которого вы наблюдаете и в процессе подготовки? В этом немножко позже. Давайте. Поехали! И его соперник в красном углу ринга. Ему 22 года, рост 160 сантиметров, вес 64,8 килограмма. Чемпион мира и чемпион Европы по панкратиону. Чемпион России по комплексному единоборству. Чемпион России по грэплингу. Представляющий клуб «Тагестан Файтер» из Махачкалы. Чемпион России поиграли фокусу. Очень спокойный, видно, что боец очень высокого уровня, с хорошим интеллектом. Знаете, могу сказать о Олеге Борисове примерно то же самое, знаю его хорошо, знаю его тренерский штаб. Как с дисциплиной спортивной? Ну, колледж, пятикратный чемпионер, вопрос понятный? Вопросов к этим ребятам на любительских соревнованиях не было. Тимур Валиев является также чемпионом России по комплексному единоборству, поэтому, видите, очень динамично начинает этот парень. Тем более весовая категория располагает к высокой динамике. Быстрый, резкий, с хорошей базовой ударной подготовкой, ожидать можно чего угодно. Смотрите, какая мощь у этих парней, у них видно, как они двигаются легко. Олег Борисов, он, знаете, боец такого акцентированного удара. Акцентированного удара, проход и вот... Оторвись, оторвись, Олег, оторвись! Не надо тебе! Оторвись! Оторвись, оторвись! Акцентированного плана вышлем, индивиду, выцеливают удары или... Знаете как, да, вот на самом деле это уже такой уровень профессионализма и где-то коронных своих поставленных серий. Олег, может быть, даже где-то не финтует, вернее, даже знаете, как он не заигрывается там ни в джебах, ни в каких-то массовых ударах, как-то 3-4. Он акцентированно старается попасть, тут же пройти в корпус, либо в ноги, поднять, произвести красочный бросок. Или не красочный, просто уронить, я так понимаю. Да, ну знаете, вот почему его и называют парень, тот, который вот Данкрат. Он поднимает их просто, поднимает высоко. Смотрите, здесь Валиев абсолютно не уступает в борьбе, работает очень качественно в клинче. Ну, угол как раз сейчас Олегу советует изо всех сил не работать на такой вязке. Работать с дистанцией, уповать на собственную мощь, тем более, что мощи хватает и тому, и другому. Очень жестко по корпусу. Попытка прохода в ногу с контрилл и дальше клинч опять. Очень стойкие бойцы. Устойчивые вы имеете в виду. Да, да, да. Низкий центр тяжести – это очень-очень серьезное подспорье. Его свалить очень тяжело. Бойца, у которого именно центр тяжести находится низко, еще и короткие мощные конечности. Там надо обладать очень серьезной техникой и очень серьезной выучкой, чтобы настощить партер каким-то образом. Тем более, что человек с опытом Олега Борисова. Да, и видите, как у Олега Борисова любительская карьера вся складывалась в работе в куртке. Умеет очень неплохо бросать, тоже знает приемы в области самбо и дзюдо. А здесь куртки нет. Здесь куртки нет, техника совершенно другая. С этим сталкивались как раз представители. Множество единоборств в том числе, поскольку есть куртка – это одна техника. И один партер, и одна стойка. Нету куртки – это совершенно другая техника, и с этим сделать ничего нельзя, это просто данность. Вообще, поединок обещает быть очень упорным, хотя при данной мощи, именно мощи, при данном опыте, все может закончиться один удар. Может и не закончиться, кто знает. Заряжается, конечно, да, попадешь вот в такой боковой. Да, считаю, что эти представители в данной весовой категории являются одними из ярчайших в нашей стране. Как жестко навстречу, извиняюсь. При всем при том, смотрите, что Тимур Увалееву 22 года, очень перспективный боец. Уже сражается с пятикратными чемпионами на достойном уровне. Смотрите, заход за спину. Нет, пока ничего. Первый раунд при всей активности, при довольно неплохом размене, при интересном клинче, в котором бойцы, в общем-то, себя показывают. Еще раз по корпусу обратить внимание, почему жестко попадает. Удар короткий за счет рычага, но очень-очень жесткий. Два удара выцелил по корпусу, обратите внимание, здесь два удара попал и заставил немножечко подсесть Тимура. Да, это в первую очередь сказывается на дыхании бойца, как мы видим. Смотрите, какой разноплановый боец Тимур. Удар коленом в смешных единоборствах, подойти на ближнюю дистанцию, это не очень просто. Видно, что этот парень подготовлен всесторонним. Очень хорошая динамика в бою, мы слышим, что уже осталось 10 секунд. А бойцы работают как будто на первой минуте. Чуть более разноплановым мне показался Тимур Валиев, чуть более мощным, ну и по качеству попадания, если мы берем, поинтереснее был Олег Борисов. Здесь как бы не было дополнительных пяти минут, поскольку очень широкий уровень. Да, вполне возможно, Дмитрий. Формат, напомню, два раунда по пять минут, но дополнительная пяти минутка регламентом заложена. Поэтому об этом тоже надо помнить. Главное, что бойцов еще и хватило. Хорошая подготовка Тимура в Борцовское позволила ему не дать себя бросить Олегу. И Олег провел практически весь бой в стойке. Но тоже, в свою очередь, не дает Тимуру работать внизу, работать в партнере. И здесь, обратите внимание, на факторе очень хорошо было видно, под локоть прямо. Это по защите, а вот это где связка. Окажись, третий удар самым акцентированным могла иметь самые неприятные последствия. Для Тимура Валеева пока все обходится. И под локоть, возвращаясь к этому эпизоду, очень-очень качественно попал в область селезенки. По плавающим ребрам, в принципе, крайне неприятный удар. Они не смотрят с какими-то вот жуткими ударами ногами по голове, но при этом вышибают невыносливость, вышибают желание сражаться. Да, смотрите, как поддерживают трибуны наших бойцов. Очень сконцентрированно ведут себя в ринге, ребята. Смотрите, Ушира прошла по корпусу, по защите. Здесь вот как раз тактика Олега. Вы видите, что он выцеливает, но на самом деле он очень подвижный. Не дошел буквально сантиметров 5-7 боковой до челюсти. Попытка с разножки коленом даже ударить вряд ли не будет. Здесь заметьте, Дмитрий, что Тимур тоже действительно файтер достаточно нестандартного склада. Он работает и коленями, и ногами, и руками, и борется при этом. Он сейчас старается в первую очередь подобрать ключи, но первая попытка есть. И все-таки у него получилось свалить Олега. Здесь тогда он сейчас, если запустит туда дальше, в офф-маунт. Здесь смотрите, насколько профессиональная работа спортсмена. Спортсмен после того, как перевел в партер, он посмотрел в тренерский угол, и тренер показал, что надо делать. Что скажет, да. Да. И что, будет пытаться сейчас задушить вот из этой позиции? Сможет? Ну, не очень понятно. Вряд ли. Попытался взять спину. Не получилось. Поагрессивнее. Очень сильно включился, конечно, во второй пяти минутки Тимур Валиев. Но и надо отдать должное Олегу. Он сейчас из довольно неприятной ситуации выкрутился за счет собственных умений. То есть не то, что соперник что-то дал, а сам отработал. Вы знаете, наблюдал Олега на чемпионатах мира. Я помню, как этот боец включался просто и на последних секундах. Он умеет вести поединок. С его-то опытом, с опытом выступления на международных тропных формах. Но Тимур при этом не дает расслабляться ни на секунду в своей манере. Тимур молодец. Он как раз сейчас грамотно использует преимущество в росте. Почти плюс 10 сантиметров роста. Длинные конечности, длинные ноги. Для него есть возможность в том числе и попытаться поддержать на дистанции. Пробил, по-моему, ногу. Обратите внимание, Тимур. Во втором раунде Тимур выглядит значительно активнее. И попал навстречу сейчас. Олег, видимо, смотрите, вот его манера. Манера вытащить или нет? Не вытащил колено, попал с колено в голову. Шатнуло. Еще попал с рук и сразу разорвал дистанцию. Очень хорошо, очень зрелая работа. Не бросается куда-то добивать. Смотрите, какой разноплановый парень. Боец Тимур Валиев. Причем это как раз очень от хорошего опыта. Совершенно спокойно отдал шею. Может быть, пришло понимание, что не сможет. А, отлично. На нашей комментаторской позиции практически борьба. Сейчас Валентин Тарасов сдвинет. Хорошо. Здесь хочется сказать два слова, пока ребята в партере готовятся к дальнейшему проведению. А Тимуре, пройдя селекционный отбор на нашем проекте «Диктатор», он автоматически выбрался, что он будет участвовать в нашем проекте в Голландии, который мы будем проводить совместно с компанией «Файт Найтс». Сейчас ведутся переговоры с клубом Golden Glory. Мы хотим осуществить в рамках года в Голландии и Голландии в России эту двустороннюю матчевую встречу с лучшими файтерами в Голландии. Вот я говорю про этот пресловутый взрыв Олега. А еще минута. Смотрите, сейчас надо работать. Тяжелый удар слева. Смотрите, коленом, коленом по корпусу прошло. Коленом по корпусу прошло. Тут же в обмене еще в колено. Вот это да, вот это сколько. Олег, да, Олег отстрелялся и, видимо, секундное замешательство. Пропускает. Пропускает раз за разу жесткие удары. Очень акцентирует. Главное, очень точно Тимур бьет. 30 секунд, Олег! 30 секунд! Олег, 30 секунд доставай. Давай, 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 работа. 30 секунд. В ножке, в ножке, в ножке. 20 секунд, Олег, про 20 секунд, вы хорошо. Здесь отдельная благодарность команде Fight Night за подбор таких вот бойцов. Бойцы по своему уровню действительно очень равные. Равные бойцы. Посмотрите, как качественный бой мы наблюдаем с вами. Последний взрыв. Не остается совсем ничего, какие-то секунды. Но во втором раунде, конечно, да. Во втором раунде Олег Борисов продемонстрировал совершенно недюжинную стойкость. Хотя, как раз от него этого можно было вполне ожидать. А Тимур Валеев продемонстрировал очень интересную технику прежде всего. Да, Тимур, смотрите, уверенно поднимает руку вверх с полной надеждой того, что он победил в этом поединке. Сейчас еще что скажут судьи. Ударов пропустил, конечно, больше Олег Борисов. Падать не падал, не показывал каких-то пораженческих настроений. Но при этом во втором раунде, конечно, интереснее смотрелся Тимур. При этом, смотрите, штаб Олега Борисова, он готовится к третьему раунду все-таки. Но они исключают. Да, они исключают его. В третьем раунде включится, во-первых, желание победить. Во-вторых, выносливость. В-третьих, умение биться 3 по 5. Система подготовки, ну, конечно, да, это логично. Вот за этим экстра раундом посмотришь с превеликим удовольствием, поскольку дадут выяснить, действительно, до результата кто сильнее. Дмитрий, вот в этом ключе я знаю Тимура. Этот парень дышит очень хорошо. Он практически посещает разнотипные сборы по ударной, борцовской, смешанной подготовке. Поэтому я думаю, что где-то здесь преимущества у него больше. Что могу сказать об Олеге? Олег, этот парень, который может терпеть поединки, и, как мы все видели, он может очень качественно взрываться. Вот насколько сейчас тяжело были те повреждения, которые нанесли. Об этом наверняка объективно судить может один человек, сам спортсмен. По нему это может быть видно, может сказаться это на нем через какое-то время. Но пока готов, выходит на третью пятиминутку. И, честно говоря, удивился бы довольно сильно, если бы он на эту пятиминутку не вышел. Насколько я их помню в боях, их по любительской карьере, парни очень волевые. Поэтому я думаю о каких-то пропущенных ударах. Они, может быть, даже к этому ко всему относятся. Может быть, после боя они только ощутят, насколько серьезно получили друг от друга. А тем временем третий раунд. Третий заключительный раунд уже совершенно точно. Здесь второго дополнительного не бывает. Будет судейское решение. Дмитрий, заметьте, вот эти два парня, смотрел недавно все поединки Беллатера, они готовы. Они готовы к тому, чтобы он по вашей, по вашей, по вашей пропустил. Посмотрите, как он его скрыл. Он показал в ногу, а попал в голову. Смотрите, тут же лоу-кик справа. Контрит борьбу. Правильно, он сейчас своего соперника перестреливает на дистанции и не успевает за ним Олег. По крайней мере, пока. И при этом в самом начале пропустить тяжелый удар с ног. Да, более разноплановая работа у Тимура. Смотрите, еще один малашник, и насколько хлестко он это делает. Олег просто не ожидал этого. Правой-левый, Олег, правой-левый, Олег! Встречай его! Отлично! Чуть-чуть, буквально какие-то сантиметры подопустил руку, сразу туда ударил. И как будто не было этих тяжелых двух-пятиминуток, вязкой борьбы, плотной. Да, да, да! Встречай! Сдержайся! Какой-то, Олег! И к нему! И к нему! Отлично! Внизу! А попадание-то тяжелое. Ждать, что Олег будет стоять и сам будет сдавать поединок для него, который ни в коем случае. Да, эти парни являются очень яркими представителями и могут являться яркими представителями нашей страны. Я думаю, что пройдя, может быть, даже совместный какой-то учебно-тренировочный сбор, они могут работать и в UFC, и в любых турнирах достаточно высокого уровня. Смотрите, как готовит Олег удар. Такую шагистику продемонстрировал. Абсолютно не проваливаясь. Контроль и чувство дистанции с его стороны, конечно. Сейчас любопытно, что будет пытаться сделать как раз Олег Борисов. Он очень хорошо заряжается на удар. Удар у него тяжелый. Попасть может, может вполне. Соперник его просто переигрывает, обратите внимание. Да, да, разноплановая работа. Руки, ноги, колени. Клич, борьба, партер. Молодец, Тимур. Очень хорошо подготовился к этому поединку. Плюс, вы знаете, Денис, хорошее использование, в том числе, собственно, антропометрии. Сопернику, чтобы по нему попасть, я имею в виду, у Олега Бориса, к нему надо сначала подойти. А Тимур очень здорово работает навстречу. Очень здорово. Да, согласен. Плюс, партер у Олега вполне характерная манера переведения. То есть, подхват под одну и попытка сбросить. Ну, вот вся любительская карьера, видите, как универсальный бой. У нас этот вид спорта очень динамичный такой. И работа в партере, она минимальна. Поэтому, может быть, у Олега происходит какое-то расслабление. Внизу, несмотря на то, что он готовился, но все-таки многие годы подготовки по нашему виду спорта. Второму нашему виду спорта, который мы культивируем и в Академии ММА. И на любительском уровне в области. Хорошо, хорошо к нему открыть. Смотрите, такая короткая стрела, Дмитрий. Видели? Да, да, да. Я сейчас за этим поединком наблюдаюсь с превеликим интересом, поскольку именно бойцовский дух здесь у спортсменов потрясающий. Понятно, что ведет Тимур Валей. Все, терять нечего, Олега. Ну, сейчас надо что-то делать самому в любом случае. По-другому никак. Есть ли чем? Вот, наверное, самый главный вопрос. Давай, Олег! Олег, давай, концовочку! Проход в ноги. В ногу, если быть совсем точным. Когда он есть, задушить хорошо бы, если бы силы были. Да. Все-таки третий раунд, он забирает силы. Вы знаете, Денис, мне-то как раз кажется, сейчас сил уже никаких нет. Сейчас идет работа на морально-волевых. И задача биться до конца. Это затылок, это так, относительно. Смотрите, как мы можем наблюдать концентрацию Тимура Валей. Он абсолютно не выключается из поединка. Он постоянно работает, постоянно работает внизу. Вот это очень, знаете, хороший и спрофессиональный подход. Почему? Работал в стойке всю третью пятиминутку. Под концовку сделал проход, обозначил тейкдаун. Сделал его, сел сверху. И сейчас концовку он просто себе зарабатывает. Да. Почему? Больше ничего делать не надо. Да, очень грамотный подход. И маунт. Ну, что еще может быть убедительным? И в глазах судей, и в ваших глазах уважения. Да, Олег Борисов очень стойкий боец. Здесь я практически не видел никогда, чтобы его кто-то нокаутировал, либо он получал какие-то тяжелые нокдауны. Поэтому выбор тактики Тимура Валиева с тем, чтобы заработать больше баллов. Ну, смотрите, несмотря на все, он только вперед и вперед. А если там проносной скользящий удар, пошел бы по голове. Может, не до хорошего дойти. Да, да, это очень неприятные ощущения. Они просто дезориентируют бойца в дальнейшем. По завершению первого боя, обратимся в суде 10-10. Судья Габулем 30-27, судья Косов 29-28, и судья Леонидов 29-25. Единогласное решение в суде. Алена Адерша. С победой Тимура Валиева. Везумительный по красоте бой мы с вами наблюдали. Да, прям поздравляем Тимура. И удачи, удачи Олегу Борисову. Алена Адерша. Алена Адерша.